Наш номер, вот мы сейчас к нему идем, 1518 у нас. Такие вот карточки, прикладываем, открываем, и заходим, здесь получается карточку мы вставляем, и у нас все начинается работать, получается, свет. Так, и давайте смотреть, что у нас в номере отеля, давайте как обычно, что самое прозрачное ванное, абсолютно, вот прозрачное стекло. Давай туда зайдем, нет, давай начнем с того, что, получается, здесь какая-то, видимо, это вот так закрывается, здесь какие-то электронный свет, здесь кондиционер, 22 градуса здесь сейчас, да, давай зайдем сюда теперь. Что у нас здесь есть? Так, о, весы, смотри, весы стоят, это мусорка, здесь как она включается? Вода бежит, зеркало, салфетки, это походу пахнушка какая-то, а вот розетки, да, наверное. Полотенчики. Так, полотенце, а это что такое? А, это типа мыло, мыло, наверное, да? Да, да, да. Здесь это не есть, нет. Так, здесь получается, там тоже есть наборы, видимо, гель для душа, мыло там, шампуни, ну, ванной, ну, чисто, да, я не плесень, ничего такого не имею. Все чистенько, здесь все аккуратно, полотенчики висят, здесь опять в туалете телефон, я где-то уже такой видел, телефон в туалете, в каком-то отеле, здесь все нормально, чисто, аккуратно, туалет много есть, ладно, с туалетом закончили, это все хорошо. Дальше уходим, здесь вот такая вот стенка, здесь гладильная доска, смотри, халаты какие, белые. Круто. Белые. Белые халаты, утюг, смотри, есть. А, и утюг есть, это все переживало. Так, закрываем, открываем. Тут ничего простая. Ладно, там одежда, здесь, получается, стоит два стаканчика, вода, такая бутылочка, стеклянная водичка, здесь открываем, здесь у нас получается сейф, тапочки, пакет. Тапочки, а там что такое включено? Пакет, фен, фен. Фен, а вот это что? Ну, фен, 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 фен. А вот это что такое? Етику, тур, что-то. Пусто здесь, украли, наверное. Да, пакетики, да, пакетика. А там ничего нет, тапочки, а это что за пакет? Пустые пакеты. Просто? А, за арбузами, хей, закрой. Так, едем дальше. Едем дальше. Здесь у нас холодильничек, здесь чайная пара есть, чайник, кофемашина, капсулы к этой кофемашине, ну, видимо, на первое время. Это, видимо, открывашка для бутылок, наверное. Чай, фруктовый, черный, два бокала. Два бокала, два стакана. Ну, тут просто ящики. Так, получается, зеркало, телевизор, нормальный человеческий, жидкокристаллический, да, телевизор. Стол. Стол, пожалуйста. А вот это что? Это еще одно зеркало? Это еще одно зеркало, да. Это еще одно зеркало. Соответственно, вот она кровать, телефон, тумбочка, там тумбочка. Здесь сидеть, газетку читать. В кресле тут, о, оно крутится. Прикольно, мягко. А здесь как включается? Леш, я хочу такой добавить. А? Вон там, снизу, наверное, ну-ка, включи его. Горит. О, горит. Ну, газету читать. Здесь прикольно. Стеночка такая. Столик. Открывай. Смотрим. Смотрим вид. У нас 15 этаж. 15. Это просто вообще жесть. Вау, фонтаны вот эти видно. Смотри, какая красотища. Давай, открывай. А, все. Ну, не супер-пупер, конечно. Смотри, вон оно море-то. Вон оно. Вот он. У нас как раз на него выходит. Вот Басик, смотри, Леша. Тогда не удойди так. А, вот. Вот он, вот он, бассейн. Ну, такой небольшой. Ну, как бы, так полежать. Полежать. Развеется. Вон какое здоровое здание. А вон там, вон они вдали. Эти небоскребы эти. Такая красота вообще. Номер нам дали просто шик. И вид, естественно, вообще шик. Ну, вид нормальный. Вид, но очень красивый. Нормальный вид. Мы, кстати, вот туда уже вот ходили. Там фотография у нас есть, но без скепок, без всего жара. Ну, в принципе, нам дойти до пляжа. Пляж, вот он там. Ну, это недолго. В принципе-то. И там вот где-то левее чуть-чуть это вот колесо обозрения. Оно вроде как не работает. В общем, вот такой номер. Я думаю, что номер хороший. По крайней мере, если сравнивать с теми, которые были у нас там в Тунисе, в Турции несколько раз. Ну, не говоря уже о российских курортах. Это, ну, это небо и земля. Пока что все отлично. Ну, все, будем сейчас располагаться. С номером, с этим у нас будет отдельное видео. То есть, я выложу все остальное путешествие. Мы будем делать это уже отдельное видео. Все. Есть, я, ну, в описании напишу, что за отель. Там его координаты. Если кому-то тоже, ну, захочется сюда, то это... Заселили нас, кстати, вопреки всему за... Ну, раньше на 2-3 часа, что ли. Ну, сходили в кафе, покушали. И все заселить. Все. Итак, дамы и господа, вы просмотрели видео про наш номер в этом отеле. И сейчас мы вам вкратце так немножечко это расскажем. Может быть, в видео будем морщиться там, потому что солнце яркое. Очки мы не взяли. Подниматься в номер неохота. Находимся мы в бассейне на 8 этаже. Как бы наш крайний день. В обед мы уже уезжаем. Поэтому сейчас так цимпровизируем, запишем. Это вот такое видео. В общем, значит, смотрите, что касается номера. Номер абсолютно чистый. Ни плесени, ни грязи, ни волос. Ничего такого нет. Все чисто. Все полотенца чистые. Пахнут чистотой. Они абсолютно белые. Ни пятен, ничего нет. Меняются. То есть постельное белье и полотенца заменяют каждый день. То есть постельное меняют, заправляют. Полотенца тоже меняют. Также ежедневно воду ставят новую. И меняют капсулы для кофемашины. То есть, ну как меняют. То есть, если выпили, добавляют. Если не выпили, значит, не добавляют. Уборка каждый день происходит. Уборка ежедневно в районе обеда. Каждый день, абсолютно все дни, которые мы здесь были, каждый день шла уборка. Вот. Дальше, что хотел сказать. Значит, по самому отелю. По самому отелю. Отель очень хороший, очень чистый. Персонал приветливый. Правда, русскоговорящих всего один человек. Девушка зовут Яна. Вот. Она по большей части в столовой, да, работает что ли? Как-то на ресепшене столовой или что-то такое. Ну, в принципе, при помощи телефона, переводчика, общаться можно. Если вы знаете чуть-чуть английский, то общаться тоже, в принципе, возможно. Вот. С территории отеля, ну, с ресепшена, да, можно вызвать такси. Такси стоят возле отеля. Можно арендовать автомобиль. Можно приехать на своем автомобиле. Его там припаркуют. То есть, тут с этим тоже проблем никаких нет. Инфраструктура отеля. Вай-фай работает абсолютно по всему отелю. И в номере у нас вай-фай есть. И в фойе есть. Бесплатно. И очень хороший. В море возит трансфер. Да, то есть до пляжа. На два пляжа. До пляжа возит трансфер бесплатно. Возят на автомобиле. То есть, записываешься либо на один, либо на второй пляж. Чуть заранее. И тебя увозят. И также забирают оттуда. В 10 часов увозят на городской пляж. В 11 часов увозят... Ну, в партаменты. Там есть партаменты такие отель. Там очень хороший пляж. Там очень хороший пляж. Поэтому, если приедете, то записывайтесь на 11 часов. А не в 10. Возят на городской. Ссылку на отель, локацию, название я в описании все оставлю. Называется отель Media One Hotel. Находится район Дубай-Марина. Ну, или как-то на приграничье Дубай-Марина. То есть, до Дубай-Марина, до самого канала, по прямой здесь дойти пешком, не спеша. Ну, минут 10. Там от силы 15, если совсем легонечко идти. Также в шаговой доступности есть супермаркеты, куда вы можете сходить покушать. Если вы приехали совсем включено, то проблемы не будут. Если же вы приехали, как мы, с завтраками, то супермаркеты рядом. Там все продается, можно покупать, кушать. И курица готовая, и рис, и макароны. Все готово. Да, только... Она там разогрета уже. Для тех, кто первый раз прилетит ценником в магазине, не удивляйтесь. Так как уровень жизни, уровень зарплат немножко разный. И цены либо такие же, как у нас в России, либо в основном это дороже. Что касаемо валюты. Так, рубли мы поменяли на дирхамы еще у нас в Тюмени. Поэтому здесь у нас проблемы с этим вообще не возникло. А так, обменники есть во всех торговых центрах. Если вы будете выбирать этот отель, то есть мы выбирали по каким критериям. То есть нам хотелось посмотреть достопримечательности и соединить с пляжным отдыхом. То есть на пляже мы накупались. Достопримечательности практически все мы посмотрели. Остановки метро с обоих сторон шаговой доступности. То есть без проблем. Ну, то есть дойти до них и доехать до любой достопримечательности без проблем. Вот, поэтому мы выбрали этот отель. То есть если бы мы хотели выбрать исключительно пляжный отдых, то, наверное, это не ваш вариант. Вам, наверное, нужна первая береговая линия, либо вообще другой Эмират. Например, Шарджа. Отель четырехзвездочный. Если, допустим, по пятибалльной шкале оценивать уборку, номер, персонал, то вообще пять баллов по всем направлениям. То есть абсолютно никакого негатива, даже малейшего мы здесь вообще не заметили. В отличие, ну, тоже Турции. И, знаете, хотелось сказать следующее. Здесь абсолютно безопасно. То есть если кто-то об этом, ну, как бы, заботится, то есть вы можете в любое время ночью, вечером, глубокой ночью выйти в любое место, в любую подворотню, скажем так, одна вдвоем, втроем с детьми, без проблем, никто не подойдет, никто ничего не сделает, никто ничего не скажет. Здесь везде, на каждом углу, на каждом столбе стоят камеры. И эти камеры отслеживают лица. То есть если что-то вдруг где-то происходит, но я об этом вообще не слышал, то полиция приезжает, ну, моментально. Поэтому граждане здесь все соблюдают правила дорожного движения, соблюдаются четко. Никто нигде не мусорит, не бросает, на улицах чисто, везде стоят мусорки. Как бы в этом плане, в плане безопасности и чистоты здесь все на высшем уровне. Все ок. То есть имеется в виду, мы сейчас говорим про Эмират Дубай. То есть в других Эмиратах я, к сожалению, не знаю, потому что в каждом Эмирате свои законы, свои правила. Вот. По поводу алкоголя. Алкоголь продается только в специальных супермаркетах. Мы находили один, ну, так, по видео, ну, как бы до туда так и не дошли. То есть алкоголь пить можно в этих ресторанах, в барах его дают. И, значит, в этих, ну, супермаркете можете купить, только обязательно с паспортом. Это первое. А второй момент, что ценник на алкоголь вроде как достаточно такой дорогой. Поэтому... Везите с собой. Ну, будьте готовы. Мы с собой взяли бутылочку, литр егери. Ну, как бы так его и не допили. Так вот мы и обратно повезем. Обратно повезем. Такие мы это... Игулы. Игулы, да. Вот. Будут какие-то вопросы именно про отель. Задавайте. Мы там в комментариях, мы ответим. Как бы пока еще здесь. Мы сегодня уже улетаем. Поэтому все. Кола оригинал. Отдых закончился. Да, если кому-то нужна оригинальная кола, то вот она здесь продается. Двухлитровая бутылка стоит 8 дирхамов. Один дирхам мы ориентируемся 25 рублей. Ну, 20. Не 20, а 25 рублей. Ну, 25 он там с копейками уже. Один дирхам. Ну, 25, грубо говоря. Вот так что всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok